добрый день небольшая видеозарисовочка на тему есть проблема звони в питер длинные февральские выходные мои коллеги отдыхали дозвониться до них не получилось поэтому из региона был звонок мне и вопрос был какой-то соответственно пациентка на приеме уже вряд врач сотрудники оптики и они мне условно говорят что там проблема в том что один глаз с большим цилиндром и вот какие дизайны выбрать мы думаем что может быть такой дизайн или вот такой дизайн что думаете вы соответственно я задал несколько вопросов предложил я считаю что в данном случае хорошо бы подошел дизайн urban 16 чего вдруг у нас такого даже предложения не было почему вы решили что что именно накануне за неделю до этого мы общались с разработчиком да про они за терапию накануне было общение с оптиметристом из израиля который сказал грамотную вещь да если у нас какая-то большая энзимотерапия я советую чтобы в линзе обязательно был умный коридор очень мягкий дизайн и соответственно коридор должен быть не длинным то есть если мы говорим про intouch должен быть intouch 15 если про урбан то урбан 16 дальше я понимаю условно я накидываю рецепт допустим для правого глаза у нас только сфера для левого сферы цилиндр и я понимаю что если я сделаю транспозицию то у нас как раз вылезает это анизометропия то есть у нас не только большой цилиндр но еще и серьезная анизометропия и я говорю что давайте возьмем урбан с коротким коридором почему урбан потому что опять же автометрист израиль нам сказал что первые прогрессивные линзы лучше брать урбана это очень мягкий дизайн очень легкое вхождение приятно на самом деле мне не озвучили что это первый прогрессива почему-то у меня в голове в тот момент разговора я же тоже был на праздниках она мне встряла что это первая первая прогрессивная линза чтобы выбрать я сказал урбан 16 нужен короткий коридор что мне сказали что значит женщина-то бухгалтер и ей нужно очень много компьютера документы не так много работает а вот компьютером работает много и по идее надо бы ей дать длинный коридор абсолютно правильно логическое заключение согласен но я упросил уточнить у клиентки а так много компьютеры так мало документов как то вот у меня с банком это не очень уточните пожалуйста более подробно сколько она работает за компьютером сколько с документами выяснилось, что, допустим, у нее два дня компьютер и один день документы. То есть, есть день, когда она, этот день достаточно часто, когда у нее только документы, она вообще практически не занимается компьютером. Поэтому зона для влизи здесь должна быть, она должна быть не номинальной, а большой и удобной для работы. Поэтому, я думаю, что Urban 16, как бы, замечательный вариант. На этом распрощались, сказали мне спасибо, я дальше думаю, что-то я забыл сказать. Перезваниваю и говорю, скажите, пожалуйста, очки-то до этого носила с таким рецептом пациентка? Потому что я часто сталкиваюсь, что приходит пациент в оптику, до этого он носил непонятно что. И очень может быть, что, во-первых, нужно будет привыкать к прогрессиву, а возможно, еще нужно будет привыкать к большому цилиндру. Поэтому, что обычно практикуется, что обычно советуется? Ставим самые простые, самые бюджетные линзы, даже без покрытия можно. Но, соответственно, с этим цилиндром. И пока пациент ждет свои линзы прогрессивные, две, там, две с половиной недели, он ходит и привыкает к рецепту для дали. То есть мы снимаем одну проблему, человек привыкает к цилиндрам. Очень может быть в данном случае, например, цилиндр 3, то изначально надо бы выписать рецепт с цилиндра полтора, пускай пациент походит с цилиндра полтора, недельку. Дальше ставим цилиндр 3, он еще ходит недельку, привыкает, когда адаптируется к большому цилиндру, тогда уже одевают на него прогрессивные линзы. На что мне было сказано внезапно, что пациентка уже носила линзы с таким цилиндром, и это не первая ее прогрессива. Если бы я сразу знал, что у нее уже были прогрессивные линзы, я бы, конечно, побольше проспрашивал, что она носила. Если бы она не вспомнила, какой там был коридор длинный, короткий, по меткам было бы непонятно, я также бы порекомендовал Urban 16, но в общем и целом. Я этого не знал, я сделал предположение, оно оказалось неведомо. Поэтому, какие-то, если есть проблемы, вы не можете дозвониться до вашего менеджера. Ваши менеджеры ничуть не менее компетентны, чем я. Они все знают, более того, они лучше знают вас, ваши особенности, что у вас получается, что у вас не получается, где вам нужно подсказать, они могут приехать гораздо оперативнее, чем я. Понятно. Но, если вам на них не дозвониться, пожалуйста, звоните в Питер. Только я вас очень прошу, пожалуйста, больше подробностей при звонке. Потому что некоторые вопросы я могу вспомнить и задать, а некоторые вот я почему-то принимаю решение, основываясь на своих домыслах, что они всегда являются правильными. Еще раз, коротко, да, подытожу. Сложный рецепт, большая анизометерапия. Мне нужна линза с умным коридором. Это получается InTouch, Urman, Levo Autograph 3. И коридор должен быть не длинным, то есть не 18, не 19, установочная высота, а пускай будет установочная высота 15-16. Соответственно, да, делаем выбор. И дальше, если у нас есть цилиндр, надо делать так, чтобы привыкание было только прогрессивной линзе, не было привыкания к рецепту. Поэтому сначала привыкаем к рецепту, дальше, соответственно, добавляем все остальное. Надеюсь, было понятно. Всего доброго.